Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия. Работа России в время возможностей состоялся в федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Площадкой в Черкесии стала Северокавказская академия. Сколько вакансий предложили работодатели и кто уже трудоустроился после первого этапа ярмарки, расскажет Дарья Тендит. Принять участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства пригласили безработных граждан, ищущих работу, а также занятых, желающих сменить место работы или сферу деятельности. Дарья Смирнова не так давно стоит на учёте в Центре занятости. На ярмарку пришла в первый раз и уже нашла для себя несколько интересных вакансий. Для человека, у которого есть стремление найти работу, это реальный шанс. Можно подойти к работодателю, можно поговорить, узнать аспекты работы и в случае чего даже пройти дополнительное обучение. 14 апреля проходил региональный этап Всероссийской ярмарки, а сегодня федеральный этап этого мероприятия поделилась Елена Цацурина. Она отметила, что сегодня на Всероссийской ярмарке трудоустройства представили целый комплекс современных площадок для работы с посетителями. Площадка социальных партнёров и профориентации, информационная площадка и для личного общения работодателя и соискателя, площадка для организации онлайн-собеседования. Для выпускников-студентов проводили мастер-классы по правильности составления резюме и успешное собеседование. Сегодня на нашем мероприятии присутствует более 40 работодателей, которые представляют около 900 вакансий. Сегодня вакансии по всей республике. Новшество на нашем мероприятии – это проведение онлайн-собеседований с работодателями Краснодарского края, с работодателями, которые представляют свои вакансии в других регионах за пределами Карачаева-Черкесской республики. С момента проведения первого этапа ярмарки трудоустройства прошло не так много времени, и результаты не заставили себя долго ждать. По сложившимся обстоятельствам Татьяна Шульгай решила уйти с прежнего места работы. В поиске новой она обратилась за помощью в Центр занятости населения. И не зря. Побывав на первом этапе Всероссийской ярмарки вакансий, Татьяна нашла новое место работы, от которого теперь в полном восторге. На ярмарке был разнообразный выбор вакансий. Получив профессиональную консультацию от специалистов, она смогла подобрать для себя подходящий график работы. «Все условия устраивали», – поделилась Татьяна. Она прошла первый этап собеседования и ждала звонка. Перезвонили ей быстро. Теперь Татьяна работает кладовщиком в строительном магазине «Стройдвор». Работа несложная. В коллектив являлась быстро. Всем знакомым, которые теперь в поиске работы, советую обращаться за помощью в Центр занятости, отметила Татьяна. Попала в хороший коллектив, где, если что-то непонятно, идут навстречу, помогают. Ну и мне все нравится. В любом случае надо в Центр занятости, так как они подходят к каждому человеку и спрашивают, что они хотят там, какую работу хотите. Мне сразу все предоставили, объяснили. Также были приглашены предприятия и организации, испытывающие потребность в кадрах. Около 40 работодателей представили 900 вакансий. Каждый желающий смог подобрать для себя подходящую профессию. Представители информируют о наличии требующихся вакансий, рассказывают о графике работы, заработной плате и о бонусах производства. Мы консультируем по вакансиям, все рассказываем. Есть возможность пройти в цех и посмотреть, чем конкретно занимаются работники на той или иной должности. В нашей компании, конечно же, возможен карьерный рост. То есть человек может расти от контролера газового хозяйства до начальника отдела или группы. От имени полномочного представителя президента России поиска ФОО Юрия Чайки всех присутствующих поприветствовала Валентина Сахарнова. Она отметила, что ярмарка – это возможность найти работу для каждого желающего. Это мероприятие послужит ориентиром как и для тех, кто ищет свой профессиональный путь, и для тех, кто хочет освоить новую профессию. Конечно, вопросы трудоустройства – это очень важные вопросы для каждого человека и для всей страны в целом. Я желаю каждому сегодня обязательно найти работу своей мечты и воспользоваться лозунгом «Возможности России». На торжественной части мероприятия выступили творческие коллективы. За помощь в организации мероприятия благодарственными письмами наградили представители депутатского корпуса республики, ректора Северокавказской академии. Всероссийская ярмарка трудоустройства – это навигатор возможностей современного рынка труда. Дарья Тендит, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Агрострахование с господдержкой становится гарантом от рисков в сельском хозяйстве. Как наши республики относятся к этой теме? Какие задачи и пути решения проблем, чтобы снизить риски? С чем связано такое внимание государства к агрострахованию? Эти вопросы обсудили на семинаре совещаний в Донбайе. О преимуществах агрострахования узнавала и Альбина Ламкова. Сельское хозяйство России, как и вся экономика страны, продолжает свою работу в непростых условиях. При этом природные бедствия по-прежнему губят урожай, что приводит к серьезным проблемам и в нашей республике. Решение – агрострахование с господдержкой. Рекомендация развивать его была дана на выездном заседании Комитета Совета Федерации у нас в республике, которое состоялось два месяца назад с участием главы Карачаева Черкесии. Поставленная задача уже выполняется. Отметил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. Положительная динамика была представлена сейчас на специальном совместном совещании. Его провели Аграрный комитет Совета Федерации, Министерство сельского хозяйства России, Правительство республики и Национальный союз агростраховщиков. При участии Банка России, Агрария в Карачаевой Черкесии, Минселькоза Ставропольского края. Если мы раньше речь больше слышали «я не хочу и мне это не нужно» страховаться, то мы уже слышим конкретные вопросы, как правильно это сделать, как построить свои отношения с страховой компанией для того, чтобы избежать каких-либо серьезных барьеров, когда сельхозтоваропроизводитель получает выплату. Механизм агрострахования успешно работает и пользуется поддержкой государства, отметил Корней Биждов. Национальный союз агростраховщиков рассчитывает, что формат прямого общения на семинаре положительно повлиял на отношение аграриев республики к агрострахованию. Уже успешно пользуются современными страховыми технологиями соседний Ставропольский край. Их опыт и инструменты агрострахования с господдержкой мотивируют и наших фермеров минимизировать потери, говорили на совещании. Я зимы и пшеницы все застраховал. Это большой плюс. Большая поддержка для простого фермера. Ну, 50%. На совещании подробно рассказали, как застраховать урожай малым предприятиям на случай его гибели в результате чрезвычайной ситуации. Привели в пример упрощенную доступную форму по стоимости. По ней выплата фермерам поступает в течение 7 дней. В случае страхования ЧАЭС, сельхозтоваропроизводителю, по сути дела, не нужно будет доказывать факт наступления страхового случая. Просто подтверждение факта была введена ситуация ЧАЭС. Чтобы процедура не обманула ожидания, договор по сельскохозяйственным рискам нужно заключать осмысленно, с пониманием того, какую именно страховую защиту приобретает хозяйство. Такой подход обеспечивает благоприятные условия для развития и процветания любимого дела. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия, Домбай. МЧС предупреждает. Сегодня до конца суток, 27, 28 и 29 июня, местами в Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 метров в секунду. На реках подъем уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горах скот сели малого объема. Будьте внимательны и осторожны. А сейчас прогноз погоды на завтра. После мы продолжим выпуск. Дождь и гроза. Ветер западный 5-10, температура ночью 16-18, а днем 24-26 градусов тепла. В Черкесске торжественным мероприятием завершилась школьная пора для более чем 500 молодых людей. Местом проведения красочного музыкального шоу стал парк культуры отдыха «Зеленый остров». Подробности в сюжете Артур Амхце. Сотни идущих по городу нарядных юношей и девушек. Такую картину в региональной столице можно наблюдать только один раз в году. В нынешнем школьном выпускном мероприятии в Черкесске приняли участие более 500 молодых людей. Большинство из этих ребят несколькими часами ранее получили аттестаты о среднем образовании и теперь через праздничное действие вступали во взрослую жизнь. Ну чувства неописуемые, то есть такой большой путь прошел и даже как-то незаметно прошел, столько воспоминаний позади. Очень приятно, что я уже проучился и закончил школу. Довольно приятное ощущение, но чуть-чуть здесь обидно, что я больше не смогу побывать в стенах школы и не увидеть своих любимых учителей. Представление началось еще на подступах к амфитеатру. Зажигательные танцы, песни, фотосессии и море воздушных шаров в вечернем небе. А затем чашу одной из главных концертных площадок Черкеска один за другим стали заполнять коллективы городских образовательных учреждений. Когда еще они соберутся вместе в таком составе? В этот день все теплые слова, поздравления от самых разных людей звучали именно для них, выпускников 2023 года. Слезы счастья, полный зрительный зал горящих огоньков, многоголосица во время музея. Музыкальных хитов и кульминация действия – красочный фейерверк. Таким способом в беззаботной паре выпускников школ Черкеска поставлена красивая точка, о чем молодежь без сомнения будет вспоминать еще очень долго. Артур Мухце, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаевске на центральной площади имени Героя России Канамата Баташева прошел общегородской традиционный выпускной бал для 135 выпускников общеобразовательных организаций Карачаевского городского округа. Виновников торжества поздравили представители мэрии города и отдела образования. На праздничном мероприятии побывал и Алихан Левшоков. Торжество молодости, красоты, дружбы и верности. Выпускной вечер для этих молодых людей является самой значимой и знаменательной датой. Под бурные аплодисменты на центральную площадь Карачаевска вступили 135 выпускников из общеобразовательных учреждений Карачаевского городского округа. Для вас открывается целый мир и хочу я вам пожелать, чтобы каждый из вас достиг больших высот. С такими словами поздравил всех виновников торжества мэр Карачаевска Марат Урусов. На протяжении всех лет учебы с вами были родители и ваши учителя-наставники. Сегодня они смотрят на вас с большой надеждой, верят, что вы сумеете реализовать свой потенциал и добьетесь больших успехов в жизни. Пусть ваша самостоятельная жизнь будет насыщенной, плодотворной, а ваша энергия и талант послужат на благо нашему округу, нашей республике, нашей родине в целом. Отличившихся выпускников по разным показателям в годы учебы отметили различными наградами. В свою очередь ребят поздравил и ректор Качагу Таусултан Узденов. Он подчеркнул, что ребята сделали шаг во взрослую жизнь и для них открываются пути к новым знаниям и ярким впечатлениям. И вы гордитесь, где бы вы ни учились, где бы вы ни работали, гордитесь, что вы закончили школы Карачаевского городского округа. Может быть кто-то после завершения учебы в других городах, в других странах вернетесь сюда и будете поднимать наш город. У нас в памяти останутся те яркие моменты обучения в школе. И сегодня мы выражаем благодарность нашим учителям за терпение и за то, что они в нас вложили столько знаний и любви, отметили выпускники. Я очень рад, что закончил школу, но буду скучать, конечно. В первую очередь хочу сказать большое спасибо родителям, учителям, одноклассникам, благодаря ним. Но они вложили в меня большой вклад в построение моей личности. Сейчас атмосфера настолько наполнена положительными эмоциями, что они охватывают всех здесь людей. Я желаю своим друзьям, которые здесь, поменьше волноваться, радоваться и, конечно же, с удовольствием ждать, когда они также смогут побывать в роли выпускников. Потому что это надо ощутить именно самому. Для всех выпускников с музыкальными номерами выступили известные артисты Карачаева-Черкесии. Помимо этого поздравил ребят и известный певец из Кабардино-Балкарии Эльдар Жаникаев. Здесь карачаевцы-балкарцы, кавказославные сыны, а ласкину хранят тут старцы. Позади у вчерашних школьников беззаботное детство. И с сегодняшнего дня уначинается взрослая жизнь. И впереди ребят ждут новые события и свершения. Али Ханлипшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. И это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите сериал «Все как у людей». Продолжение. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин